МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Омнинск ТВ. Расскажем о событиях нашего города и региона. В студии Дарья Человекова. И Георгий Розоваев. Сегодня в выпуске. Члены ТУСов встретились с исполняющей обязанности главы администрации, чтобы обсудить вопросы благоустройства. В Омнинске состоялась благотворительная акция Первоклассник-2020. В городском парке открылась площадка для братьев наших меньших. Транспортная карта для жителей Наукограда в действии. 27 августа в детской библиотеке номер 3 «Сказка» состоялась встреча исполняющей обязанности главы администрации Карины Башкатовой с членами территориального общественного самоуправления 26-го и 35-го микрорайонов. Обсуждались проблемные вопросы и пути решения. На встрече присутствовали депутат Законодательного собрания Калужской области Анатолий Сотников и народный избранник Обнинского городского собрания Зиновий Гуров. Встречи депутата с жителями в библиотеке проходят регулярно. На этот раз общение проходило в более широким кругом участников. Пригласили на встречу с горожанами депутата Законодательного собрания Калужской области Анатолия Сотникова, исполняющего обязанности главы администрации Наукограда Карину Башкатову, а также Игоря Раудувя, возглавляющего управление городского хозяйства. В этом микрорайоне много было сделано. Соответственно, за те пять лет, пока у нас действует программа по территориально-общественному самоуправлению, много было сделано и проездов, и дворовых территорий. Но я думаю, что у жителей есть предложения и на перспективу по благоустройству их территорий. На встрече обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся как жителей конкретных домов, так и микрорайона и города в целом. Основная тема диалога – благоустройство дворовых территорий. У нас на протяжении уже пяти лет действует программа по территориально-общественному самоуправлению, на которую закладывается ежегодно порядка 25 миллионов, и каждый год эти средства идут на то, чтобы благоустраивались дворы. Это и комфортная городская среда, и расширение проездов, обустройство парковок в вашем микрорайоне тоже работы проводились. Я думаю, что это не может не остаться незамеченным. Но, тем не менее, конечно, есть еще над чем работать. Прозвучали также нарекания в адрес компании, отвечающей за вывоз мусора. На контроль исправления данных проблем пообещал взять Игорь Раудуве. Особенно остро стоял вопрос о масляной эпопее, когда мусоровоз после себя во дворах регулярно оставлял ручейки машинного масла. Про машину, которая ездила, заливала все маслом, домовой номер, как говорится, 006, а тут вступало много жалоб, ее сняли сначала с маршрута, и, соответственно, они ее починили. Если опять начинается у них такая эпопея с маслом, звоните к нам в управление городского хозяйства. Не все проблемы предоставляются возможным решить на уровне муниципалитета. Волновал горожан вопрос о формировании тарифа за вывоз твердых бытовых отходов. Сейчас сумма платежа рассчитывается в зависимости от площади квартиры. Обнинцы считают, более справедливым стало бы начисление платы пропорционально количеству проживающих в квартире людей. Анатолий Сотников пообещал на очередном заседании Законодательного собрания Калужской области поднять вопрос о пересмотре мусорной реформы. Кристина Забожко, Максим Сечко, Обнинск ТВ. В минувший четверг в Обнинском центре помощи семье и детям милосердия прошел традиционный городской праздник первый раз в первый класс. Также в рамках этого события провели ежегодную благотворительную акцию Первоклассник 2020. Этот год выдался непростым. В такой сложный период, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, особенно важно поддержать многодетные, малообеспеченные семьи, сделать их жизнь более защищенной. Из-за пасмурной погоды праздник решили провести в актовом зале центра, а не на улице, как было в прошлые годы. Но это ничуть не испортило настрой маленьких обнинцев, которые уже совсем скоро впервые сядут за школьные парты. На самом деле это уже, знаете, как традиция, которую мы стараемся поддерживать ежегодно. Ну, естественно, это единственное, каждый год новые дети, потому что у нас каждый год новые дети идут в первый класс. А так все, акция остается в таком же формате, как и была. Более 60 первоклассников получили в этот день в подарок портфель с наборами школьных концтоваров, подготовленные для них предпринимателями Наукограда. Ребята до конца праздника не расставались с ними. В этом году получат помощь более 60 детей из города Обниска, из многодетных семей. Также пройдут такие же акции в городе Жукове и в городе Малоярославец. А еще, конечно, очень хочется сказать, что такая акция невозможна без наших благотворителей. Хотелось им сказать отдельное спасибо. Дети и родители волнуются, ведь впереди очень важный день. 1 сентября – это уже не просто дата в календаре. Для первоклассников это начало новой жизни. Учеба, ребята, она дается не очень просто, но нужно терпение и силы. Поэтому всегда думайте о том, что нужно стремиться к цели, задуманной, быть послушными, в первую очередь, на уроках, и слушать учителя. А учителя и ваши родители всегда вам помогут, подскажут, и все у вас будет хорошо. Уже во вторник ребята отправятся со своими новыми рюкзаками на торжественные линейки и услышат первый звонок, которого с нетерпением ждали. Кристина Забожко, Максим Сечко, Обнинск ТВ. 27 августа в городском парке состоялось торжественное открытие площадки для выгула и дрессировки собак. На мероприятии свои умения продемонстрировали питомцы клубов собаководов и приюта для бездомных животных. Были даже цирковые выступления четвероногих артистов. Подробности в сюжете. Знакомьтесь, эту симпатичную артистку в концертном костюмчике зовут Малави. Несколько лет назад ее подобрали на улицах города, вылечили, выучили и теперь она выступает с цирковыми номерами. Интересно, какими качествами должен обладать человек, чтобы вырастить такой талант? Одного положительного качества недостаточно. Прежде всего знание, понимание собаки, терпение, любовь и не командовать. Право разрезать симфоличную красную ленточку на торжественном открытии новой площадки, доверенной директору городского парка Жанне Давыдовой. Она рассказала, чьими усилиями была обустроена эта территория. Средств, как таковых, не очень было много направлено. Больше здесь труда наших сотрудников городского парка, потому что очень довольно-таки сложно было ее очистить. Мы сделали заборы, варили их сами, приваривали заборы, там устанавливали оборудование, люди сами делали оборудование. Просто в парке очень много задач и всего, что мы делаем. И вот с этой площадкой было так, непросто, надо было выделить время у людей, чтобы еще нас, конечно, подкосило то, что карантин был, то есть у нас отложилось это по срокам открытия. Но мы все-таки рады, что оно состоялось и будем рады здесь всех видеть. Для посетителей площадки для выгула собак действуют определенные правила. Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования. Для удобства гостей при входе размещены специальные пакеты и урны. Новая оборудованная территория для выгула собак стала долгожданным подарком. Она не единственная в городе, но очень удобна по расположению и необходима как профессиональным заводчикам различных пород, так и всем, у кого есть четвероногие питомцы. Вы знаете, мы несколько лет о ней мечтали, разговаривали с администрацией, все не было места и тут вдруг оно случайно появилось. Мы безумно счастливы, потому что нам очень надо. Мы очень много занимаемся разным спортом, дрессировкой. Ну и вообще подготовка к выставкам, это тоже нужно в таких вот местах, в общественных, в людных и в собачьих. Здесь можно тренировать наших собак. У нас Джек Рассел Терьер, думаю, она будет рада. У нас обоих есть лучшие собаки. Любите своих питомцев? Очень. Я даже рада. Хочу поблагодарить, потому что теперь я могу тренировать собаку в Обнинске. И не надо мне больше никуда-то далеко ходить. Здесь как раз удобно будет. На празднике было весело от шумного общества лающих посетителей. Животные быстро освоились в новых условиях. И, судя по всему, им понравилось это место и внимание зрителей. Собаки различных пород общались друг с другом, а воспитанники приюта Новый Ковчег получили презенты от спонсоров. Все остались довольны. Елена Филина, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ. В автобусах и маршрутках Новокограда теперь возможно расплатиться транспортной картой с помощью валидатора. Карточка сугубо для Обнинской перемещения в его пределах. Сейчас подробнее расскажем о способе пополнения и где ее можно приобрести. Автоматизированную систему оплаты проезда на территории Обнинска начали внедрять в 2020-м. Конкурс выиграло общество с ограниченной ответственностью Центр информационной поддержки. Оно и выступило оператором при реализации проекта. Сегодня можно расплатиться и банковской картой, и наличкой. Теперь к ним добавилась и транспортная карта, с 28-го числа поступившая в продажу. Вы заходите в транспортное средство, прикладываете ее к валидатору, и вам выходит билет. Мы все знаем, что билет – это, скажем так, наше подтверждение проезда на транспортном средстве. Выдача его обязательно, но и получение проезда по билету – он обязательно. При касании транспортной карты к валидатору к нам автоматически выходит билет, и нам уже не надо будет его не просить, чтобы нам выдали. Возможность оплаты наличными или по банковской карточке останутся. Но ситуация с коронавирусом показалась, считает Анна Еремина, что возможность бесконтактной оплаты необходимы. К слову, валидаторы, транспортная карта, билеты – это еще и прозрачность финансового оборота в сфере общественного транспорта. В наших дальнейших планах по развитию данного проекта это совместная работа с нашими партнерами по утверждению дифференцированного тарифа, когда стоимость поездки безналичным способом будет дешевле, чем оплата наличными денежными средствами. Карта никак не персонифицирована, так что и с точки зрения безопасности ее выгоднее использовать, уверены участники проекта. Сейчас карту возможно приобрести в любом отделении Почты России в городе. Баланс – 0 рублей. Пополнить на данный момент можно через сервисы Сбербанка. Вскоре станет возможно и через Почтобанк. Пока что у нас функционал этот не реализован. Мы сейчас в стадии разработки технической, но в перспективе, я думаю, что через месяц можно будет выполнять у нас. Почта России выступила партнером проекта. Здесь карты будут продаваться. Транспортные карточки были приобретены и проверены на месте. Директор Центра информационной поддержки и начальник управления попробовали оплатить проезд новым способом в маршрутках и автобусе. Валидаторы работали как надо, билет за проезд выдавался. На сегодня оплата таким способом возможно на большинстве маршрутов. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. О событиях, вошедших в фронику происшествий последних дней в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 28 числа в дежурную часть Наукограда поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины. Женщина, проживающая в одном из общежитий на улице Мира, сообщила правоохранителям, что собралась на рынок за продуктами, но, проходя мимо комнаты соседа, обнаружила, что у него открыты двери и решила зайти проверить. Увиденное повергло гражданку в шок. Все стены и пол были в прямом смысле залиты кровью. А бездыханное тело 48-летнего мужчины находилось в ванной комнате. В ходе опроса жильцов было установлено, что на протяжении длительного времени к погибшему приходили двое – мужчина и женщина. А вчера из комнаты доносились крики и шум. На данный момент стражи порядка устанавливают личности подозреваемых. Следствие по данному делу продолжается. Дарья Человекова, Алексей Гавшин, телекомпания Обденск ТВ. 75 лет атомной промышленности. Сегодня поговорим о первом российском рентгеновском телескопе с оптикой скользящего падения с применением полупроводниковых детекторов на основе Кадми-Телура. Внедрение технологии увеличивают разрешающую способность и чувствительность телескопа в десятки раз. Разработка ученых Российского Федерального Ядерного Центра Института Экспериментальной Физики является главной частью космической обсерватории, с помощью которой планируют создавать детальную карту Вселенной. Широкомасштабная карта Вселенной, которой еще не имела наука Земли. Такова цель создания космической обсерватории. В начале июня рентгеновский телескоп ART-XS завершил первый обзор неба. На эту работу потребовалось около полугода. Это вообще уникальная операция и для российской науки это впервые. Открыты сотни новых источников рентгеновских, которых раньше не видел, никто и не регистрировал в пределах нашей галактики и за пределами нашей галактики. Даже зарегистрированы источники рентгеновские, которые шли к нам миллиарды лет. Это сложно представить на самом деле, но они пришли и открыты новые, так называемые сверхбыстрые рентгеновские источники, которые вспыхивают и потом пропадают. Такого до этого еще никто не регистрировал. Активная работа над созданием совместно российско-германской космической обсерватории началась в 2007 году. Перед саровскими атомщиками стояла задача создать первый в российской истории телескоп, который станет основной частью рентгеновской астрономии всего мира. Вот это элемент той самой рентгеновской зеркальной металлооптики скользящего падения, которая установлена на телескопе. Это одна из оболочек, из которых набрана оптическая система. В каждом телескопе стоит семь зеркальных систем, и в каждой из семи вот таких оболочек 28. Они как матрешка. Для достижения таких параметров создана технология достаточно сложная, уникальная. Это длительный процесс проточки с микронной точностью, потом идет полировка. Программа научных исследований предполагает, что космическая обсерватория будет использоваться в течение шести с половиной лет. Ученые надеются, что за это время будут открыты сотни тысяч новых звезд, миллионы черных дыр и огромное количество других объектов. Обсерватория поможет ученым разобраться в процессах эволюции Вселенной. На сегодня это все. Вы можете ознакомиться с новостями в группе Обнинск. Онлайн, в Фейсбук, Вконтакте, на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. О происходящем в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов до понедельника. До свидания.